Народ, привет. Сейчас заказали еду в Талабате. В Талабате такие мотоциклики оранжевые. Мы вам показывали и в Дубае, и в Абудабе. Идем забирать еду. Жарко, что у нас 45. Главное, в обморок не упасть. А как доезжает человек на мотоцикле, вот с такими вот рукавами, жаркими одетыми, я вообще не понимаю. Это посмотри, кошечка приходила. Извиняюсь. О, еда. Продолжение следует. Ого. Какие коробочки. А что мы столько заказов замовывали? Не знаю. Сейчас пойдем смотреть. Ну, оформление красивое. Это что-то новенькое, да? Если это не надо, надо бежать пока. Мохаммад уезжает. Ну, просто откуда я знаю, что Мохаммад просто водитель Мохаммад в Талабат программе. Там Мохаммад едет, показывается его путь, его дорогу. Сейчас распакую, вам покажем. Ну, реально, коробки очень качественные. Столько бумаги, столько картона. Идем смотреть, что же мы заказали. Сейчас покажем, расскажем цены. В любом случае, если вы в Эмиратах загружаете программу Талабат, смотрите, какие рестораны возле вас. Смотрите отзывы, заказываете, видите цены. Вам в отель привозят и кушаете. Это нам, ну-ка. Вот, идем. Сразу, кстати, ресторан Art El Mandy. Но мы в Эляйне, может, возле вас такого и нет. Может, он единственный. Я не знаю, как здесь должно быть. Здесь рисик, наверное. Мы взяли какой-то бурый рис, по-моему, заказали. Ну, рис здесь, конечно, безумно вкусно готовится. Это каша-харис, это не рис. Народ, это в Рамадан делается безумно вкусно каша-харис с мясом. Я даже не могу описать, это так вкусно. Вид, конечно, не очень, но это... А ну, подожди, попробуй, попробуй. Дай мне ложечку. Какой рукой? Ладно. Большую взяла суповую. На самом деле, говорю, мы кашу не любим, но это что-то. Давайте. Сейчас попробую. Класс. Ням-ням? Угу. Она там варится, как, я не знаю, как холодная, по-моему. Там, ну, не сутки, ну, да, что там получается мясо, но его не видно. Ну, да, еще раз покажи. Вкусная безумная. Мы показали вот это. И она с мясом. Тут мясо вообще не видно. То есть, оно все такое перемолотое. Я же говорю, вид, конечно, типа на любителя. Ну, какая разница? Мы нормально ее попробовали год назад, когда мы с Виталиком были. У нас там есть видео. Секретный ужин с другом. Посмотрите обязательно. Прикольное видео. Так. Тоже бы там, пожалуйста, пробовать. Так, это отставляю коробку. У коробки столько, да, много шуток. Это сколько она стоила или потом, ты скажешь? Это 25 дирхам. Вот это вот. Не дешево. Это, да, большая такая упаковка. Это наш кебаб, наверное. Мы доказали мяско. Ну, давай посмотрим, сколько здесь. Так, а что, какой-то кулечек здесь? А зачем? Подарок. Ну, народ, знаете, кулечки сейчас платные. Так что, хороший подарок. А, кстати, они не включили в это? Я не могу понять. Что, взяли кулечки? Это оно должно было быть упаковка. Это, объясняй, это скатерть. Паветки, скатерть. Это скатерть. Это нам привезли еще скатерть. Красивенько как. Смотрите. Вау, вау, вау. Это пластиковое, оно скатерть. Ну, хорошо, спасибо большое. Пригодится. Пригодится. Потом сразу кулек прям дали. Ну, это, конечно, все, что должно входить. Как говорит Наташа, мы это заплатили. Но, в принципе, это бесплатно. Лавашик, салатик, хумус. Или это хумус? Наверное, вот хумус. Не знаю. Овощи и всякие соусы. Это не хумус, это похоже на бабагануш. Вот это вот. Надо попробовать. А вот это может и хумус. А может и я ошибаюсь. Ну, это гарлик, наверное, соус с чесноком. А ну, давай посмотрим, сколько здесь ходит. Сравним с этим. Мы раньше встали. Кстати, вот еще много соусов. Вот, наверное, я уже вижу йогуртовые вкусные. Это два острых. Они такие красненькие, видно даже. Сейчас посмотрим. Отвожу хлебчик. Ой, нет, это наш рис. Мясо здесь. Мясо здесь. А, так они к рису столько дали. Ух ты. А это рис за 9 дирхам. Просто здесь так безумно вкусно готовят рис. Просто супер. И они, конечно, заказали 9 дирхам. Так, если это только к рису, шикарно. Я уже хочу вот эти всякие приправочки. Я думаю, что к мясу положили, к рису, чтобы вы не клали. Просто так. Ну да, там мяса нету ничего. Коробка. Коробка просто. Ну, давай смотри. Так, ну сейчас вот мясо. А, господи, да. Вот же это. Вот такое и должно быть. Ты удержишь его, может закрыть и... Давай лучше его бери эту. Сейчас я такую коробочку вот эту. Отставлю на коробочку. Вот прям такая коробочка пицца. А где они хоть находятся? Мы даже не знаем. Просто где-то близко, но там недолго. Мы там, около мяса 100%. Она понимает там, в таком шикарном подъезде. Вот это вот должно быть тёпленькое мяско. Там мы заказывали кебаб, да? Кебаб, шашлык. А сколько мы? Полкило заказали? А полкило вот. А ну сколько считай? Раз, два, пять штучек. Мерзоты. Чего мало? А потому что, конечно, в этом семь. Может уже изменилось-то. Но мы же не здесь заказывали. Сто один, семь штук на полкило. Ну, мерзоты. Ну и дешевле было, потому что это стоит шестьдесят пять, конечно, дороговато. А там пятьдесят. Ну попробуем, скажем, да. Да, но мы когда хотели заказать, сказали, что будет после пяти. А сейчас, извините, три, мы хотели есть в три. Сказали, что все мясо будет после пяти. Ну так вот. Поэтому быстрее заказали. Ну и ничего. Заплатили за больше, за то, что побыстрее поедем. Да, это стоит шестьдесят пять, это прекрасное блюдо. Рис девять. А ну попробуй мясо. Лучше или хуже? Ну давай попробуй. Ну пахнет очень вкусно. Я уже чувствую именно запах мяса вкусный. Ну котлетка вот, смотрите, какая. Ну вкусно сделана. Я думаю, что вкусно. Можно все мясо из под котлетку. Можно запросто. Можно, да? Чего котлеточка, это жкибал. Ну да, как фарш. Ну, вкусный фарш. Нормальный? Ну. Ну как бывает, пересолили, не сочный, какой-то как старый. Нет, хорошие специи чувствуются, но не острые. Может соленовато, но такое должно быть. Нормальный, конечно. Ну хорошо, давайте. Острый-то чуть-чуть. Давайте приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Приступим к пище. Добра, мира, всех обняли. Народ, всем привет. И вот сейчас мы заказали еду вот с любимого Наташиного ресторана. Она говорит, что один кебаб пока еще никто не переплюнул. Давайте посмотрим. Это сухарики для моего лентил-супа. Вот супчики. Лентил стоит сколько? Семь верхом. Огуриный. И здесь давай откроем, посмотрим. Ой, горячий. Так, этому. Давай ложку нам сейчас. Держи ложку, покажу, что что есть-то. А то сколько стоит? Кремовый. Десять, десять, десять. Десять стоит. Курица. И должно быть сегренивым. Да, я попробую. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусный, да? Какой вкусный. Мне что-то кремовый суп и не едут в последнее время. Я обожаю это вот с сухариками кушать. А, иногда отдельно сухарики. Ну, я не буду тоже, это просто лентил. Чечевичный суп. Мы даже показываем. Не надо, не надо мотылять. Даже показывать не будем. Не надо ложкой от курочки мотылять в моем супе. Давай дальше показываем, рассказываем. Так, здесь сцены огласили. Дальше Монакиш. Монакиш такая вкусная, тонкая пицца местная. Вот это очень вкусно. 12 дирхам. Там такая вот тонкая пицца с вкусным фаршем. Такой фарш даже с этими, с овощами, да? Да, там я так смотрю, перец и красный, и зеленый. Вообще ням-ням-ням-ням. Это очень рекомендуемо. Особенно с кофейком. Привет, всем вообще идет на ура. Это сырный Монакиш. Наверное, мы его даже на утро оставим. Он стоит 7 дирхам. Вот, а ведь число. Какой красивый. Тонкая пицца. Ах, как. Вот вкусно-вкусно. В ресторане 101 в городе Илянь. Сейчас покажу. Дай, покажу как раз ресторан-то. Вот он, ресторан 101. Один закрылся, к сожалению, который был возле нас. Ну, смотри, сколько мы попробовали кебабов. Да, здесь самый вкусный пока еще. И, кстати, Акали-Чиз. И по цене мы даже дороже пробовали. Меньше мяса. Если про этот кебаб говорить. О, сегодня в этом. Вот, кстати, упаковочка, да, какая-то. Кстати, лавашек тоже очень вкусные. И лавашек, которые под низом. Под низом пропитанный кебабом. Так, этот снимаем. Так, 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 что здесь у нас такое. 3, 4, 5, 6, 7. Наташа всегда пересчитывает кебабы. Всегда здесь картошечка, будет лежать пиццы. Иногда одна, иногда две. Острые, острые. И Наташа очень любит на гриле овощи. Вот я их оставляю ей, я их вот не ем. Наташа очень нравится. Картошка как? Смачненько, да? Да. Так, и почем у нас цена 50 стоит. Это нит-кебаб, это исковой, из ягненка, из мяса. Короче, не курица и не рыба. И вот всегда бесплатно добавляют соусы. Этот очень острый, оранжевый. Дальше вот цехумус. Этот соус какой он такой чесночный. Ну да, дальше всякие вот овощи. Это маринованные, это обычные свежие помытые овощи и лепешечки. Вот все это стоило 87 гирхан. Цены мы вам объявили. Так что, да, когда будем готовить, мы заказываем еду онлайн. Доставка, короче. Все, всем приятного. Народ, привет. Вот мы на кухне ехали из Дубаи к себе в Абу-Даби. Купили еду. Значит, здесь будет бутерброд с курочкой. Вообще по цене 10,50. Потом чикен, куриная биряня 12,60. И биряня с ягненок, 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 с бараном. Вот, с бараном. Сейчас покажем, как они здесь пакуют и как это надо выглядит. Смотрите, вот куриные бутерброды, эти вы везде можете купить. Вам там фасадут с картошечкой. Они такие вкусные на самом деле. Очень с такой начинкой. Вы эти, чтобы вам делали не спайси, если вы не любите острое. Ну, какой-то кетчуп еще там. Далее, вот это все стоит, порция 2,7 долларов. Вообще классно. Дальше вот такой огромный куль. Я просто обломать им готовить. Было, то мы решили все купить. Так, какие-то приправы сейчас. Все приправы, естественно, это все сервируется бесплатно. Все эти кеттлеры на же ложке. Еще одни приправы. Вот, наверное, какая-то что-то вкусненькое такое. Да-да-да, вот это классное приправа. Это прям сейчас будем кушать. Бутерброды и биряне. Ну, это елбат, тахина, наверное. А, тахина, похоже. И семечек, да, она делается. Салатик, токуновая. В общем, если вам в отель нужно, заказывайте тоже в кафешке. Вам в отель привозят, вы покушали. И просто экономные денег. Как хочешь? Да, потому что иногда телефон может ротацию сделать. И будет у нас прекрасное видео, которое никому не надо будет. Так, ну вот, курица вкусная. Да, это курица, моя палочка. Такая, как это ножичка, наверное. Да, конечно, есть. Но тоже недорого, 12.50 стоит. Ну, извините. Смотри, один кусок. Думаю, еще один. Нет, вот еще два куска мяса. То есть, надо идти на него тут, да? Торис даже на три раза, наверное, на три хороших порции. Ой, вкусно пахнет. Так, а это я... Барашка-то называют, да? Да. Тончик баран, наверное, кусочками. Да, посмотрим. Рисик, что же самое? Стоило 37 дирхам 10 долларов. А, красота. Ну, косточка, ну, вроде как не очень. Но есть вот такой вот просто разноцветный рис, это очень вкусно. Вот мясо. Это мне уже рассказывали на моем YouTube-канале. Смотрите, кстати, училка физкультуры в Эмиратах и Наташка. И Наташка. Да, и Наташка. Смотрите наше видео, и мы там рассказываем про еду, и там нам комнатят как рис, красит. Но вообще все очень интересно. В общем, мы будем кушать, и нам приятного аппетита, а вам хорошего, прекрасного дня. Все, побежали кушать. Боже, как вкусно. Привет. Доброго дня, Шану. На нашей кухне заказали доставочку в крутом ресторане Малях. Аль Малях. Вот, Эль Малях ресторан. Очень нам все его советовали. Ну, идти сейчас жарко, жара уже, заказали доставочку. Сейчас посмотрим, что нам здесь принесли. Сотой день. Это моя шаурма. Прекрасно. Показывайте. Шаурму давай, ну, разверни там, покажи вообще, в принципе, что там. Я не знаю, конечно, кто там и набут. Куриная шаурма за 7 дирхам. Ой, а звездки может так, что? Ну, да, так давай, там просто глянем, что она там есть. Ну, да, шаурма есть, народ, оно еще чуть-чуть. Пахнет вкусно. Заверни еще. Ну, такой кусочек с супчиком я захотела. Ну, шаурмишка есть. Ну, да, сейчас она вся завернута в тесто. Шаурма к шаурму. Что мы показываем? Доказать всегда можно в такой симпатичный, вот даже в пакетике. Прям брендированный. Брендированный пакетик прям у нас на кухне. Ну, прям очень понятно, только человек, знающий арабский, поймет. Да, здорово, понятно. Мы еще доказали два супа, шашлычки, вот это вот название ресторана. В Ильяне находится, ну, возможно, в Абу-Даби и в Дубае есть, я не знаю. Заказывали мы через содержание Талабад. Всегда мы там заказываем, очень удобно. Доставочка вам к отелю, к дому привезут. А швытку я к голове? Да, что вообще, что-то, говорили 33 минуты, оказалось где-то минут 20. Я надеюсь, не вчерашний, а сегодняшний, я надеюсь. Вот он хлебчик, то, что мы любим, лаваш, лепешечки, то, что всегда, как я говорю, бесплатно. А Наташа меня поправляет, что мы за все заплатили. Включено. Вот только что-то штучка так смотрелась, одиноко, знаешь, она так стояла, печально, одиноко. Нет, не одиноко, смотри, чтобы они не посолились. Салатики, и что еще у нас? Вот эти вот овощи, которые, как они называются? Не тушеные, не соленые. А, ну, соленые, ну, соленые, маринованные. Маринованные, вот, не соленые, не маринованные. Так, а здесь вот такой, как знаете, пакетик, как вы на почте заказали, какой-то товар. Сейчас уже будем показывать вам еду, вкусную еду, я надеюсь. Ну, могу. Так, чек выбираем. И все это стоило 114, доставочка 5 дирхам. Опять хлебушек. А это все входит. Хлебушек на завтрак, на послезавтрак. Все, что мало, я не знаю. Это, наверное, у меня шашлычки. Или кебаб. Че так мало? Или кебаб, ну, не знаю даже сколько. Потом, кстати, в граммах. Нет, это чипсики к супу. Это к супу. Это очень классно. Это очень вкусные такие чипсики. Кожи не из лаваша делаются. Но, знаете, даже в кинотеатрах их продают с таким соусом. И люди очень любят играть в кино. Это же к твоему супчику, к этому. Ну, я с тобой поделюсь. Чечевичный. 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 Один куриный, да, у тебя, или с Машу? Один с грибами, понимаю. Или куриный, неважно. Они оба стоят по 12 дирхам. Не поверишь. Кому не хватало лепешечек, пожалуйста. Ну, лепешек у нас как раз, два, три. Ну, нормально так. Хлеба не пожалели. Это что такое? Я чуть не поняла, но главное. А, это что-то такое? Если что-то не найдем, перезвоним. Ага. Ну, как-то маловато это. Вот и еда. Ну, давай, открывай. По виду очень мало. Что у нас там? О, это эти. Это шашлычки. Но это все стоит... Пахнет вкусно. 41, 42, я не помню. Ну, шестаки, знаешь, порезали, как мы эти. Не с грудинки. Ну, и картошечка так. Ну, картошку всегда кладут картошку. Что-то маловато, мне так не нравится. Да, что-то мало, кстати, я вам скажу. Обычно, обычно больше. Это стоит очень хороших денег. 41 или 42. Да, это уже. Ну, это и нет. Немало все, знаешь, это... Ага, антибабчиков. У тебя на картинке было 4, здесь 4. Так на картинке маленькие были. Ну, длиннее были. Да, маленькие. Так, короче, опять 101 пока на первом месте. Да, пока на шестеран 101 на первом месте. Немало этих овощи, овощи, какие на гриле. Немало. Ну, нету. Ну, вот такие овощи тебе есть пока. Нет, это не то. Натреба нас малосеньких, дурятого, но она так. Ну, в общем, такая у нас есть еда сегодня. Ну, давайте до супа вам покажем, чтобы уже совсем вогнать с ними, ну, так сказать. Ну, вот лентил я очень хотела с шаурмой, но теперь буду и с такими штучками с шаурмой. Я знаю, что Наташа такие штучки у меня обязательно съест. Это вообще даже... Ну, так интересно. Купай, с Наташи все съедает. Ну, что ж. Вкусненько. А это твой. Так я думала, ты Маша вам заказала. Куримый. Куримый. Ну, они все, но в одну цену. Ну, подожди, что, она убери ручку там с какими-то овощами, что еще? Понимаешь, такое впечатляем, что это такое? Ну, сейчас посмотрим, сейчас, вот, как это называется, суп такой еще есть, или венье, и как оливье там, типа, знаешь, внизу так. Оливье? Да. Не, вот смотри, курка. Курка есть. Ну, курка, ой, нормально так еще. Это зелень, что-то такое. Может, перец, а может, морковь. Зелень, курка. Ну, короче, будем кушать сейчас. Да. Дякую. Вот. Так что всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь, кушайте хорошо. Все, обнимаю. На здоровье.